Здравствуйте! Это Сумы за неделю. Несколько сюжетов из недавнего прошлого про самое настоящее. Сегодня в программе «Этот космос в огне», как смотрят на здешнее чрезвычайное происшествие приезжие кинематографисты, которые собрались в Екатеринбурге ради фестиваля. Площадь 1905 года без машин и с деревьями, новый мост через Исеть, а также другие перемены в городе в ближайшем будущем. Самые вдохновляющие события недели в стихах отдохнувшей и загоревшей Александры Аксеновой. В это воскресенье во всей стране единый день голосования. И Урал в числе 10 регионов, где в этот же день будут выбирать губернатора впервые с 2003 года. И сейчас есть время подумать, как вы хотите распорядиться вашим правом голоса. Тем более, что ближайшие сутки по закону для этого и нужны. Завтра будет так называемый день тишины, когда запрещена любая агитация и даже на вполне нейтральные высказывания о кандидатах в СМИ избирательной комиссии смотрят с подозрением. И сейчас у нас есть последняя возможность рассказать вам о грядущем голосовании. Давайте не будем эту возможность упускать. Сканер готов. До выборов еще два дня на избирательных участках уже ревизоры. Лучший способ борьбы с нарушениями их профилактика, уверены в прокуратуре. Сегодня проверяют все. От наличия огнетушителей на всякий пожарный до ширины пандусов на входе. Путь на выборы не должен стать тернистым для избирателей с ограниченными возможностями. Ее надо будет повернуть влево немного, потому что там же стадо вот здесь будут стоять. Что попадет в объектив камер наблюдения, инженеры просчитывают заранее. На выборах это око должно быть действительно всевидящим. Важны и качество картинки, и бесперебойный сигнал. Картинка в принципе не тормозит, не зависает. Все в реальном времени пишется. Если свет исключился, на этот план у нас есть бесперебойник и питание. На каждом участке, их более 800, по две камеры, которые будут внимательно следить за порядком. Единственная слепая зона – кабинки. Там снимать не будут, чтобы не нарушить тайны голосования. Принимать решение в полном одиночестве будут и незрячие избиратели. Для этого на участках созданы все условия. Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от сведений только одного зарегистрированного кандидата, в пользу которого вами сделан выбор. После этого слабовидящим выдадут обычный бюллетень и тактильный шаблон, с помощью которого они смогут поставить галочку в нужной ячейке. Шрифт Брайля нынче решили не использовать. Такой формат, именно аудиозапись бюллетеня выбрана, потому что далеко не все незрячие, а тем более слабовидящие люди владеют Брайлем. А все-таки совсем уж слепоглухих их вообще очень мало. Но там свои уже средства. Если такой человек захочет проголосовать самостоятельно, то будет так называемый тифлосурный переводчик. Весь тираж избирательных бюллетеней сдали уже сегодня. Листы должны быть один в один. Опытным взглядом мастера выявляли помарки, царапины и так называемые марашки, полоски и квадратики, которых не должно быть на отиске. Листы для голосования, как ценные бумаги и деньги, имеют несколько степеней защиты от подделки. Наши специалисты владеют квалификацией, которая измерима с квалификацией специалистов госзнаков. И опыт, так как лицензию мы имеем с 95-го года, соответственно, 22 года мы такую продукцию производим. В избиркоме заявляют, 10 сентября бюллетеней не хватит на всех участках, даже тех, куда придут голосовать непрописанные рядом горожане. Кстати, в этом году садловчане впервые могут отдать голос не по месту регистрации, а по месту пребывания. Для этого, правда, нужно было заранее подать заявление в территориальные избиркомы и многофункциональные центры. Сегодня мы делаем анализ, участковая комиссия делает анализ реестра. Те люди, кто открепились с их избирательных участков, будут списки избирателей, ревизируются и вычеркиваются те избиратели, которые открепились. И в последующем, вы знаете, что автоматического включения в списки избирателей, тех, где они хотели проголосовать, не будет происходить. Включаться они будут в дополнительный лист списка избирателей по приходу на избирательный участок. О судьбе неиспользованных листов беспокоиться не стоит. Их погасят еще до начала подсчета голосов, сразу после закрытия участков в 20 часов. Поэтому вбросы и подтасовку результатов организаторы выборов исключают. Уже на будущей неделе у Свердловской области будет выбранный губернатор. Впервые за полтора десятилетия. И всего второй по счету, если считать не по мандатам, а по головам. Первый всенародный, конечно, Эдуард Россель. Он сейчас сенатор. И в этом году в регионе официально и широко будут отмечать его 80-летие. Мы понаблюдали за началом этих торжеств, частью которых стала выставка в Краеведческом музее. Вот уж точно персональная выставка. Гостей лично встречает ее главный герой, первый свердловский губернатор Эдуард Россель. Среди пришедших коллеги, бывшие политические оппоненты и преемники. Все понимают, что в то время для убраться, это эпоха России. И к этому относиться надо так. К этому относиться надо с уважением. И об этом нужно всегда помнить. Эпоха Росселя, по словам очевидцев, пришлась на очень сложные для страны годы. Область он возглавил в начале 90-х. Тогда каждый день приходилось решать задачи, от которых в прямом смысле зависела жизнь свердловчан. У нас хлеба оставалось на три дня. Это был 92-й год. У нас регион такой, но не производим хлебное зерно практически. Ну а три дня бросил все, улетел в Казахстан, в Азербайджан. Прикосклик. Это вот так была работа. Бороться, рассказывает гость, Эдуард Ургарточу приходилось не только за куски хлеба. Что скрывать, внутриполитическая жизнь в регионе не всегда была спокойной. Долгое время власть и его центр жили в раздоре. Впрочем, как объяснил сегодня первый глава города Аркадий Чернецкий, споры между ним и Росселем возникали только лишь из-за желания сделать жизнь в городе и на Среднем Урале лучше. Вот эта конкуренция, которая была в 90-е годы, для Екатеринбурга в частности, оказалась очень полезной вещью. Потому что губернатор делал свое дело, мэр делал свое дело, но в конечном итоге все это делалось для людей. Эту выставку открыли в преддверии 80-летия Эдуарда Росселя. Две тысячи экспонатов, которые представил сам юбиляр, в первую очередь рассказывают о его карьере руководителя и политика. Здесь вы видите орден за заслуги перед Отечеством в четырех степеней. Надо отметить, что он единственный в области, полный габарет этих наград. Здесь же все три удостоверения губернатора, а также раритет, который стал для Росселя почти что талисманом. Одним из самых ценных экспонатов выставки являются золотые часы «Пилот». Их Эдуарду Росселю вручил Борис Ельцин. Уникальность часов заключается в том, что Борису Ельцину их лично подарил генсекция КПСС Леонид Брежнев. На выставке можно увидеть и фото из личного архива. На этом будущему губернатору всего шесть. И дорогие его сердцу вещи. Этому Баяну 170 лет, чтобы знали. Я когда отдаю, не жалею. Это некрасиво. Решил отдать, я отдал. Любовь к Баянам едва не стоила первому губернатору карьеры. Ради покупки этого немецкого инструмента он едва не пропустил коллегию по утверждению его начальником Треста. Все сложилось, коллегию перенесли. Баян он купил, он купил, как он уже рассказывал, последний с витрины. Он был с какими-то дефектами. И Эдуард Иргартыч, он его разобрал, собрал, снова отремонтировал. И этот инструмент долгое время ему служил. Музей Эдуард Иргартыч передал и свою летную экипировку. Детская мечта стать военным летчиком так и не сбылась из-за пятой графы в личном деле. Но летать губернатор все же научился. Я летал самостоятельно и выполнял все фигуры высшего пилотажа. И на первой выставке, не на первой, по-моему, на третьей выставке я решил показать всему миру. И прямо над полем выставки, где была высыпка вооружения, я выполнил прямо над этим полем фигуры высшего пилотажа, показывал, что это такое. Но самой большой ценностью Эдуард Россий считает свою семью, внуков и жену. Мечтает отметить с супругой 59-ю годовщину свадьбы. И вот мы это 58 лет соблюдаем. 58 лет. И я ее просил, Эдуард Иргартыч, давай доживем вместе до 80 лет. И будем каждый раз отмечать, а 80 лет соберемся. Ну, мы с него поставим вновь и наружу, конечно. И определимся, сколько мы с собой еще возьмем в этой жизни. Машин на площади 1905 года не будет, через Иссеть построят еще один мост, притом пешеходный. Это все планы перестройки, или говоря языком московской тотальной реконструкции, благоустройства центра. По которому уже сейчас видно, что как и Собянинская перестройка в Москве, Екатеринбургское обновление тоже будет больше не для автомобилистов, а для пешеходов. Какие именно городские кварталы обновят и что об этом думают горожане, расскажет Вероника Князева. То, что мы расширили границы благоустройства, включив вот этот сквер, который сейчас совершенно уникальный, там растут хорошие деревья. Архитекторы проводят экскурсию по обновленным, правда пока что на бумаге, общественным пространствам Екатеринбурга. Эти дизайн-проекты вполне можно назвать народными. В процессе работы только четыре раза проводили общественные слушания. Так, благодаря жителям, внесли корректировки в реконструкцию площадь 905 года и набережные сети. Комфорт перед движением – это прежде всего повышение связности этой набережной, чтобы можно было пересекать реку не только в одной точке. Вот в частности, поэтому у нас появилось два моста. Это проход под улицей Куйбышево и переход на территорию Дендропарка. Набережные сети от Малышева до Куйбышева преобразится первой. Здесь будет много фонарей, пространство для прогулок, скамейки и ноу-хау для нашего города. Пешеходный мост, который пройдет прямо под мостом на Куйбышево. Гуляющим здесь горожанам идея пешеходного моста понравилась. Надежности его сомневаются только рыбаки. Замечательная идея сделать такой мост. Замечательная, потому что мы бесконечно часто здесь бываем и с детьми перебегаем прямо вот сверху. Я за всеми силами. Всегда есть куда расти, поэтому мы считаем, что в принципе можно и непосредственно будет очень здорово сделать пешеходный мост. Потому что здесь не перейти дорогу, а под мостом будет возможность. А котут ее, он как спустят в воду, больше вот той вот штуки шла воды. Вот где будут переходить-то? Смоют этот весь мост. В целом, общественное пространство Екатеринбурга будет меняться в пользу пешеходов. Это видно по изображениям и схемам, представленным на выставке у Ельцин-центра. Прогуливаясь вдоль сети, горожанам уже не придется идти к светофору, чтобы перейти дорогу. Также преобразится и площадь 1905 года. Вместо машин здесь запроектированы деревья. Будут ли там посадки, это конечно вопрос, потому что наша площадь, это площадь объекта культурного наследия. У них есть особые требования. Наверное, это будет трансформация каких-то все же перемещаемых в катках растений. Но то, что они там будут присутствовать, то, что там будут трансформируемые пространства для проведения как массовых мероприятий, так и для комфортного пребывания в обычные дни или в выходные, да. Ну, наверное, лучше, чем парковка. Ну, я тоже так считаю, хоть место будет, где отдохнуть. Здесь, конечно, зеленение это нужно, по-любому нужно. Ну, и парковка тоже нужна. Куда деваться? Без этого никак. Цивилизация у нас такая. Не вижу ни того, ни другого хорошего. То, что в центре города устроили парковку, ну, это на Красной площади вы видели, чтобы машины парковались? Я тоже не видел. Это такая же площадь центральная. А то, что поставят здесь пальмы посадят там или деревья, ну, я бы не думал, что это было бы красиво. Что-то другое надо здесь придумать. Автомобили не станет и в соседнем банковском переулке. Он превратится в прогулочно-рекреационную зону с фонтанами и скамейками. Здесь мнения горожан традиционно разделились. Пешеходы за, автомобилисты против. За. Убрать машину. Однозначно поставить фонтан и все, что угодно, кроме машины. Ну, вообще, вариант интересный. Конечно, было бы неплохо убрать отсюда все эти машины, да, и просто погулять пешком, потому что параллельно вайнера, как сделали вайнера, очень приятно, красиво здесь гулять. Ну, и было бы точно так же недурственное здесь. Тут и так негде парковаться, а так будет вообще негде парковаться. А это самое, как бы, привлекательное место в городе для молодежи. Поэтому я против. А так красиво. То, что эти проекты воплотятся в жизнь, сомневаться уже не приходится. Масштабная работа по благоустройству общественного пространства идет в рамках большого национального проекта. И до 2022 года в Екатеринбурге преобразятся не только набережные сети, от Малышев до парка Маяковского, но и площадь пятого года, переулок Банковский и улица Вайнера. Первые дизайнерские идеи сейчас находятся в стадии рабочего проектирования. Это была первая часть программы. Смотрите после рекламного перерыва в программе «Сумма за неделю». Этот космос в огне, как смотрят на здешние чрезвычайные происшествия приезжие кинематографисты, которые собрались в Екатеринбурге ради кинофестиваля. Самые вдохновляющие события недели в стихах отдохнувшей и загоревшей Александры Аксеновой. Встретимся на этом же самом месте через пару минут, чтобы посмотреть еще несколько сюжетов из недавнего прошлого про самое настоящее. Оставайтесь с нами. Это «Сумма за неделю». Несколько сюжетов из недавнего прошлого про самое настоящее. В начале недели в городе случилось чрезвычайное происшествие. Речь о поджоге киноконцертного театра «Космос». Уголовное дело пока возбуждено об умышленном повреждении имущества, но фактически это была атака по идеологическим соображениям. Слава богу, без жертв совершенно явно совершенные неуравновешенным человеком. Атакующий Денис Мурашов сказал, что протестовал таким образом против фильма «Матильда» о добрачном романе последнего императора России Николая II. Поджог совпал по времени с Уральским кинофестивалем, и Оксана Маклакова, естественно, поинтересовалась мнением председателя жюри фестиваля Андрея Прошкина и на эту обжигающую тему. С моей точки зрения единственное, кто может с этим справиться, это государство, это власть. Потому что есть, собственно, очень простая история. У нас довольно жесткие законы, говорящие, так сказать, об оскорблениях, там, я не знаю, и нравственности, и людей различных вероисповеданий и прочее, поэтому они более жесткие, чем, я думаю, во всех странах Европы, Америки, по крайней мере, во многих, государство может просто установить, ну, как сказать, определенную планку. Если вам что-то не нравится в картине, ну, окей, попробуйте подать в суд. На каким-нибудь цивилизованным быть. Да, да, да. Не въезжайте, пожалуйста, в парадный... Да, 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 понимаете, ситуацию, когда, так сказать, возмущенная общественность начинает голосить, а тут же потом начинают принимать какие-то меры. Государственные органы, как произошло, скажем, в Новосибирске с Новосибирским оперным театром, когда министр культуры уволил директора театра, да, и на следующий день на крыльцо МХАТ была подкинута свиная голова. То есть, как сказать, вот такие действия верховной власти, которые не говорят о том, что, друзья, есть закон, и только в рамках закона возможны какие-либо процедуры, да, а когда чувствуется, ну, так сказать, некое, в общем, как они имеют такое ощущение идеологической близости возмущающихся и власти, это приводит к тому, что ситуация становится неуправляемой, она раскручивается сама по себе. И сегодня я с восторгом прочитал письмо заслуженных клоунов, которые протестуют против выхода на экрана какой-то американской картины, поскольку там есть отрицательный образ клоуна, понимаете, это если с, не знаю, с картины там Матильды мы дошли до какого-то трагического абсурда, то здесь мы уже перевалили куда-то в журнал, я не знаю, крокодил и мурзилка. Противостоять только на уровне государственных решений? Я считаю, да, более того, я считаю, что это, безусловно, в интересах государства, потому что этот маховик раскручивается, маховик, ну, в общем, как сказать, мракобесия, да, он раскручивается невероятно быстро, а становить его чрезвычайно сложно. Очень быстро эти персонажи, во-первых, ну, они совершенно задавят, конечно же, культуру, потому что даже предугадать невозможно. Что еще, какая ассоциация, кого и против чего? Да, 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 и что может возмутить, видите, уже клоунов, понимаете? Уже клоунов. Но более того, они, безусловно, этим не ограничатся и будут идти дальше, и будут, так сказать, распространять вот это свое возмущение на абсолютно все сферы жизни. Это чрезвычайно опасная ситуация. Ну, то есть получается, что это не из ряда вон, а это закономерность некая? Это абсолютная закономерность. Например, ну, вот там, я стою в такой организации «Киносоюз», мы говорили, вот по поводу Тангейзера, мы говорили, что вот такая реакция Министерства культуры, она, безусловно, будет иметь последствия, да, и с моей точки зрения, скажем так, недальновидная в этом смысле политика Министерства культуры, да, это один из, так сказать, толчковых механизмов этой ситуации. То есть запустилось все тогда с Тангейзера, вот, а теперь и Матильда, оно, это все вот оттуда запустилось? Это все, наверное, более сложно, ну, и все-таки я не социолог, мне сложно говорить, это более сложный, ну, такой клубок, но да, 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 конечно, на мой взгляд, как вам сказать, фактор ощущающейся, да, вот идеологической близости, то есть, как сказать, вот эти вот мракобесы, это ребята, которые как бы хотят правильных вещей, только, ну, неправильными методами, и, может быть, чуть-чуть далековато заходят, но, в принципе-то, мыслят в каком-то более-менее правильном направлении, да, вот, люди просто не понимают, что как только они ощущают вот эту вот даже минимальную духовную близость с властью, это абсолютно, ну, как сказать, это подливает топливо в баки. И мы видим, что эта ситуация, ну, она развивается с невероятной скоростью. Вы правильно сказали, что вот сейчас в зале идет моя картина Орда, что если бы она вышла сегодня, ну, во-первых, я думаю, что она просто сегодня бы ее никто бы не рискнул снять, но если бы вдруг, там, каким-то чудом, и она бы сегодня вышла, могли бы быть тоже, мне сложно себе представить, какая могла бы быть реакция. Нет, по идее, и в Ролиане можно увидеть, и про роль Виктора Сухорукова можно покопаться, и тоже там что-то... Если покопаться, понимаете, можно в роли, не знаю, Владимировича Ленина найти число 666, понимаете, и что-нибудь там из этого изобрести. В этом смысле, поверьте, фантазия безгранична. Я еще раз говорю, вот это вот можно иронизировать над темой письма клоунов, но на самом деле это наиболее, как сказать, это также естественный ход ситуации, поскольку ситуация изначально абсурдна, она в своем быстром развитии доходит до, ну, каких-то совершенно уже невероятных вещей, очень быстро. В нашем городе вчера начался и в воскресенье закончится Всемирный конгресс людей с ограниченными возможностями. Событие важное не только само по себе, но и имеющее далекую цель – помочь Екатеринбургу выиграть право проведения выставки Экспо в 2025 году. Что происходило на конгрессе и как он связан с Экспо, объяснит Евгения Лемесева. Привет, Россия! One time, Россия! Когда услышали, что в Екатеринбурге будет такой конгресс, обид, мы приехали. Так как голос – это инструмент, которым владеют все, а отговорок не будет, что мы не поем. Молодцы! Молодцы! Петя! Я мечтала посетить Россию. Я заранее посмотрела фотографии Екатеринбурга и очень захотела сюда приехать. Насколько мне вчера удалось обратить внимание на экскурсиях, людям с инвалидностью достаточно удобно в Екатеринбурге. В центре Евразии здесь со всех сторон поближе. проводить в Москве, если брать Россию, то это там, мне кажется, и так она переполнена. Тут еще добавлять этим конгрессом – ну не то. А здесь все-таки есть и площади, и возможности проведения этого всего. Поразил меня, конечно, вчера открытие конгресса. Вот сам концерт, так сказать, то, что наш президент поздравил конгресс, это было правда круто. Вчера у нас после обеда была выставка реабилитационной техники. Немцам захотелось, берлинцам, и нашим самарцам вот проехаться. Ну, как бы проехаться сами-то, понимая, что надо знать наши дороги. То есть я ехала с ними по нашей плотинке, по всему рассказывала. Такая получилась мини-экскурсия. Надеюсь, что в город наш я их влюбила. Но был такой моментик. Едем мы, допустим, по Ленина. И вот переход туда, скажем, к этому фонтану нашему, каменный цветок. Вот он вроде, казалось бы, переход. Но тут мы стоим, бордюр высокий, а там его нет, он занижен. Самарцы поняли все быстро. Говорю, объезжаем. Немцы встали в ступор. Показывают мне. Ну, занижен же. Я говорю, ну здесь-то высокий. Но занижен же там. То есть... Ходили на мастер-класс, на танцы ходили. Конгресс, да, нужен, чтобы, может, люди о нас больше узнают, что не все же, да, попадаются, что даже смотрят, когда на колясках и так на тебя посмотрят коса, а тут все равно будет знать, что есть такие люди, существуют, и они как бы живут активной жизнью, да, занимаются чем-то. Впереди вот экскурсия, на экскурсии нас повезут. Здорово, что прибыли сюда представители из многих стран, в том числе Индия, Австралия и другие. Но самое ценное, что мы здесь не только общаемся. Здесь были и подиумные дискуссии. Люди рассказывали о своем опыте. Мы, например, привезли свой театр, где спектакли немые. Это только пластика лица и тела. В Екатеринбурге были некие сложности адаптации, в основном колясочникам. Но город в целом готов проводить подобные масштабные мероприятия, даже такие, как Экспо. Тем более, следующая выставка, как я слышал, проходит под девизом об инклюзивных инновациях. Именно здесь стоит об этом говорить. Наша штатная поэтесса Александра Аксенова загорелая и довольная, вернулась из отпуска. Сразу скажу самое важное. Загар у нее уральский. Хоть мы все равно ей все завидуем. Прямо сейчас она готова рассказать вам, пусть даже не о самых приятных, но о самых вдохновляющих событиях недели в стихах. Мы все по ее рифмам соскучились, так что давайте наслаждаться, даже когда она говорит про фильм-ужастик «Оно». Во столице не до смеха, и у нас, брат, не смешно. Мас на Линду прям поехал, Уазик в космос на кино. Но пока кипели страсти, да с восстанием машин, главный клоун на ужастик нам ходить не разрешил. Чем так пенни вам противен? Чем других он покостней? Боргер пострашнее, чем Стивен Кинг для молодых костей. Вы уж не ругайтесь сильно, так у нас заведено. Ведь почти что через фильм у не кино, а блин, оно. Так условности отбросим и включаем «Парадайз». Вот он наш маршрут на осень. Цирк «Матильда Пеннивайз». Спасибо, что подводили итоги этой недели вместе с нами. Это была «Сумма за неделю». Несколько сюжетов из недавнего прошлого про самые настоящие. Этот и предыдущие выпуски есть на нашем сайте якбург.тв. Там же можно найти свежие новости, отличные очерки и репортажи. Наша программа в телевизионном эфире будет ровно через неделю. Там и увидимся. Редактор субтитров А.Семкин